Всем добрый вечер. Рад вас приветствовать на курсе «Запуск встреч one-on-one в компании». Это первое занятие курса, традиционно проходит в открытом формате. Занятие 1 сегодняшнее посвящено теме «Зачем вообще бизнесу нужны такие встречи?» и формат встреч. Вот такой план. Если мы с кем-то не знакомы, меня зовут Майк Притула. Я работал в Альфа-банке, Starlight Media, Wargaming, Preply, Ideas. Сейчас сотрудничаю с компанией PeopleForce. У них, кстати, есть модуль one-on-one встреч. И консультирую компанию по HR-вопросам. Свои первые встречи one-on-one с сотрудниками я запустил в Starlight Media. Это было в 2010 году. Начал в 2010 и в 2011 году их значительно улучшил, после того, как прошел обучение коучингу. Примерно тогда же я познакомился с книгами Кена Бланшера, такие, как «Одноминутный менеджер» и другие, где я и узнал о встречах one-on-one. И вот уже, получается, около 10 лет, практикуя такие встречи, выработал некий свой подход, обучаю студентов, и уже студенты эти встречи активно применяют. В работе применяю лучшие мировые практики, их регулярно изучаю. Вот список абсолютно разных компаний, за которыми я слежу, и вам тоже рекомендую на них подписываться. Также буду благодарен, если вы напишите о себе, ваш город, должность и компания, чтобы было понятно, кого интересует тема one-on-one встреч. Жутко интересно, кто это. Это HR, это руководители, бизнесмены, кто по этому, тренеры, может быть. Поэтому, пожалуйста, напишите в чате о себе. Как только вы напишите, я зачитаю, и для вас это еще будет возможность представиться перед другими. Так, вот первый ответ. Винница, HR-директор. Круто. Спасибо. Можно название компании написать тоже. Кто еще готов, пожалуйста, пишите. Как только вы напишите, я зачитаю, но пока так, чтобы не тормозить, я буду идти дальше, чтобы не тормозить презентацию. Пром-автоматика. Ага, понял. Для тех, кто уже на курсе, вас ждут домашние задания, выполнение которых позволит получить диплом. Так, вот еще ответ. Город Москва. Это Александр пишет. Специалист по обучению и развитию, то есть тренер. Компания «Метр квадратный». Класс, компания. Наверное, что-то связано с ремонтом, так кажется. Аня Днепр, Фонекса, HR. Аня, привет. Спасибо, что написали. Так, Алматы, Talent Acquisition Head, Beeline, Казахстан. Кристина. Да, Кристина, добрый вечер, рад вас видеть. Так, идем дальше. Кто будет еще писать, я буду делать паузы, буду говорить. Она, вот будущий HR, написала Таня. Как раз сейчас прохожу курс Львов. Супер. В этом курсе у нас спейс-занятий. Мы начинаем с темы, зачем это нужно, как это проходит. Потом мы изучаем виды one-on-one, они бывают разные. Как эффективно выстраивать отношения в рамках one-on-one, как применять инструменты коучинга, как давать обратную связь, очень важно. И как HR-у и руководителю запустить встречи one-on-one в компании в целом. Вот так выглядит наш курс. Сегодня на нашем занятии мы поговорим о том, почему Google считает, что без one-on-one бизнес не взлетит. Мы разберем формат таких встреч. Поговорим, какая эффективность от таких встреч, почему это полезно, кто должен проводить, руководитель или HR, и как часто проводить и где. Так, тем временем, вот еще Юлия написала, «Киев HR-BP в продуктовой IT-компании». Спасибо, Юлия. Идем дальше. Значит, скорее всего, вы уже могли от меня слышать о важном исследовании компании Google, где компания Google изучала, а какие же компетенции нужны руководителю, чтобы он был успешен. Да, я об этом вчера рассказывал и на других вебинарах, поэтому сегодня не буду на этом акцентировать внимание, а просто покажу, что из 10 компетенций, которые в своем исследовании компания Google определила как ключевые для успешного руководителя три компетенции напрямую связаны со встречами ван-он-ван. То есть можно сказать, что без встреч ван-он-ван руководитель их просто-напросто не сможет проявить, не сможет применить. А это компетенция номер один – быть хорошим коучем. Руководитель не сможет быть хорошим коучем, если он не будет встречаться ван-он-ван с сотрудниками. Вот так вот. Второе – наделение команды полномочиями вместо микроменеджмента, а это тоже индивидуальная работа с каждым сотрудником и перевод его в то состояние, где ему эти полномочия можно передать. И поддержка карьерного роста и обсуждение работы, результатов работы сотрудника. Это тоже невозможно без индивидуальных встреч. То есть три из десяти компетенций руководителя, те, которые важны, по мнению компании Google, руководитель может продемонстрировать только в таком формате встреч ван-он-ван. У нас тут еще написала Наталья Днепр-Комфи, Винница, безработный HR. И вы знаете, безработный HR – это такая редкость, что это ненадолго. Переезжайте в Киев. В Киеве вакансий для HR много. Идем дальше. Значит, руководители компании Google, они ежегодно проходят оценку. И в этой оценке еще больше вопросов, тоже зависят, ну, точнее, ответы сотрудников будут зависеть от того, как руководитель проводит или не проводит встречи ван-он-ван. Первый – это мой руководитель дает мне эффективную обратную связь, которая помогает мне улучшить свою работу. Невозможно без ван-он-ван отдать. Второе – мой руководитель не микроменеджер, то есть не вдается в детали, которые обсуждаются на других уровнях. Мой руководитель относится ко мне как к личности. Тоже без ван-он-вану сложно продемонстрировать. Своими действиями мой руководитель показывает, что он объективно оценивает мой опыт, который я приношу в команду, даже если он отличается от его собственного. И у моего руководителя был важный разговор со мной о профессиональном развитии за прошедшие 6 месяцев. Собственно говоря, без встреч ван-он-ван тоже это сделать невозможно. Поэтому я считаю, и Google тоже так считает, что ван-он-ваны – это ключевой момент. По ссылке есть вот эта вот анкета оценки руководителей. Если вы не знаете, нужно ли вашей компании ван-он-ван встречи, и пока, может быть, сомневаетесь или ищете какие-то доказательства, можно провести оценку руководителей и посмотреть на ответы на 1, 2, 3, 4 и 7 вопросы. Если вот в этих вопросах оценки не очень высокие, скорее всего, ван-он-ваны – это то, что вам поможет хорошо продвинуться вперед. Потому что ван-он-ван как раз будет напрямую на них влиять. Идем дальше. Зачем еще нужны ван-он-ваны? Как-то мы в компании, в компании Ideal с командой разбирали, чем должен заниматься People Partner. У нас там такая была роль People Partner. Она сейчас становится популярной, ее в разных компаниях тоже вводят. Обычно People Partner – это такой человек, который дополняет эффективно работу руководителя. Эта роль вводится по разным причинам. Она очень популярна в IT-компаниях, потому что в IT-компаниях много руководителей молодых, неопытных. Им нужна такая поддержка. И со своей командой мы обсуждали, что будет делать наш People Partner в компании. Какие задачи, проблемы, вопросы решать. И мы начали просто выписывать те проблемы, которые могут быть у сотрудника. Мы начали обсуждать. Окей, что вообще может быть у сотрудника такого на работе, где ему нужна какая-то помощь, какое-то участие. Появилось 17 ситуаций, с которыми сотрудник может столкнуться, где он сам может быть даже не справиться, то есть не сможет решить. В этих 17 ситуациях есть подситуации. То есть всего здесь около 50 тех пунктов, которые могут случиться с сотрудниками. Без того, чтобы с ним, с сотрудником, кто-то эти ситуации, когда они возникают, сел и обсудил, эти ситуации практически невозможно решить. И тут может быть ситуация, когда сотрудник набирает-набирает эти проблемные ситуации и в итоге увольняется, или у него там накопилось, и он перестал быть эффективным, он просто уже выгорает, демотивирован. Либо, может быть, сотрудник к HR идет как-то решать. Но, конечно же, эффективнее всего, чтобы с ними работал именно руководитель, находил те проблемы, которые существуют в работе сотрудника и помогал их решать. Потому что люди живые организмы, и с ними случаются эти проблемы. Даже если бы люди уже были роботами, если бы нас всех заменили роботами, все равно механизмы тоже требуют обслуживания. У кого есть машина, знает, что машину нужно раз в год или чаще завести на станцию техобслуживания, там проводят диагностику, что-то меняют и так далее. То есть даже машины не идеальны, а люди и податны. Поэтому компания, которая не вводит one-on-one и не проводит one-on-one, игнорирует этот вопрос, она просто не решает эти проблемы. И мой следующий вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, есть ли в вашей компании практика регулярных, индивидуальных one-on-one руководителей с сотрудниками? Поставьте плюс у кого есть. Регулярных это чаще, чем раз в квартал. Минус у кого такого нет. Я посчитаю, сколько было ответов. Так, плюс, минус, плюс. Пока вот два плюса, один минус. Минус, два плюса, два минуса. Так, кто еще как? 50 на 50. Минус. Только SEO с топами. Плюс. Ну вот, где-то половина ответов ставят плюсы, остальные ставят минусы. То есть там их нет. Понятно. На этапе запуска. Вот, тоже неплохо. Вот. Ну, в общем-то, для многих компаний, делаем такой вывод, для многих компаний это зона развития. Давайте подведем итоги. Ага, вот тоже с топами плюс. Зачем же нужны личные встречи? Значит, личные встречи с сотрудниками, они помогают получить руководителю и компании от команды «Максимум», помогая найти ответы на те сложные вопросы, которые возникают у сотрудников в работе. И умение руководителя задавать правильные вопросы своим сотрудникам, это один из лучших способов находить такие ответы. Опять же, это больше про встречи one-on-one. Также важно понимать, что в работе сотрудника крайне важно, какие отношения он выстраивает с руководителем. Недаром же говорят, что сотрудник приходит работать в компанию, а уходит от руководителя. И действительно, проблема с руководителем одна из самых популярных причин увольнения сотрудников. И лучший способ построить эффективные отношения с руководителем, это проводить регулярно one-on-one. Потому что любые другие способы, там, командой пойти куда-нибудь в бар, поехать на тимбилдинг, это не индивидуальное общение. Регулярно встречаться где-нибудь на кухне случайно или на перекуре, это тоже нерегулярное общение. Только регулярные one-on-one решают задачу построения эффективных отношений сотрудника с руководителем. Ну и наоборот, руководителя с сотрудником. Идем дальше. У one-on-one есть особые принципы, то, как они должны проводиться. Первое. У сотрудника должно быть понимание, как они проходят. Должна быть некая структура. Мы о ней сегодня поговорим. То есть не должно быть такого, что сотрудник идет к руководителю и думает, что сегодня руководителю вздумается. О чем мы будем говорить сегодня, как пройдет сегодня встреча. Будет ли хорошее настроение руководителя или плохое. Такого не должно быть. Дальше. Должна быть прозрачность. То есть one-on-one проводятся максимально доверительно, максимально прозрачна. Если вы понаблюдаете на беседу one-on-one со стороны, у вас должно сложиться впечатление, что общаются два друга. То есть не должно быть впечатление, что общается начальник с подчиненным или, не знаю, кто-то главный, кто-то не главный. То есть это должно выглядеть как общение на равных. Дальше. One-on-one работают только тогда, когда они регулярные. В идеале это один раз в одну-четыре недели. Не реже. Все, что реже, не дает системности. Это все равно, что ходить в спортзал раз в квартал. Не знаю, пробовали или нет, но пользы от этого будет не сильно много. И результатами one-on-one должны быть действия, которые сотрудник совершает в работе. Это вот итог. Как их получить, мы сейчас до этого дойдем. Что делать с тем, у кого сотрудников много? Для того, чтобы показать, с какой частотой стоит проводить one-on-one, я сделал расчет для разного количества людей в команде. Здесь имеется в виду не в целом в команде или в компании, а именно прямых подчиненных. То есть, например, у генерального директора в компании может работать 100 человек, но же не общается с каждым. У него есть там иерархия руководителей. У него есть 5 или 7 руководителей, и это вот его команда. Соответственно, затрачивая примерно одинаковое количество времени, руководитель для трех людей может смело раз в неделю проводить one-on-one. Это минимум, то есть реже которого я не рекомендую опускаться. Ну, если у кого-то вдруг 30 сотрудников прям с прямым подчинением, нет других руководителей, ну, тогда с каждым раз в 7 недель. Но лучше, конечно, сокращать. Вот какая нагрузка может быть у руководителя. Обратите внимание на правую колонку, средняя, то есть в среднем здесь около 90 минут. Это полтора часа в неделю из 40. В принципе, для руководителя это та инвестиция, на которую он может пойти. То есть пожертвовать, даже не пожертвовать, правильно сказать, инвестировать 90 минут полтора часа из 40. Ну, обычно руководители не работают 40 часов, будем с вами откровенны, да, не работают 45-50 часов. Вот, значит, там это нормально. Так, в одном отделе прямых подчиненных 60 электромонтеры. Ого! Ну, я рекомендую тогда выделить парочку главных электромонтеров или старших электромонтеров и дать им полномочия проводить ван-он-вана, потому что за 60 не уследить, эффективно управлять 60 сложно. То есть вводить какие-то должности координирующие. У них пусть не будет принятия решений по зарплате, там, по увольнению, по отпускам, но хотя бы решать какие-то проблемы у них полномочия должны быть. Ну, и, конечно же, компетенции. Идем дальше. Теперь формат. Мой опыт говорит, что лучше всего 30 минут. Если час, очень часто возникает соблазн перенести встречу, отказаться, посвятить время какой-то другой встрече и так далее. То есть 30-минутные не так критичны встречи в календаре. Обычно многие встречи в компании ровно один час, поэтому удалить ван-он-ван и поставить встречу с каким-нибудь отделом не получится, потому что нужен час. Вот, поэтому 30 минут. И за 30 минут можно успеть провести хороший ван-он-ван. Дальше. Следующий этап. Это должно проводиться с фокусом на сотрудника. То есть руководитель должен понимать, что этот ван-он-ван он проводит для сотрудника. Хотя сам руководитель из ван-он-вана извлечет тоже очень много пользы. То есть в итоге пользу получают оба, но руководитель должен проводить так, чтобы стремиться максимум для сотрудника создать пользу. Какая польза будет для руководителя? Он узнает о своей компании, о своих сотрудниках и о работе сотрудников очень много того, чего он может и не узнать больше ниоткуда. То есть это ценнейший источник информации. Кроме того, что сотрудники будут работать эффективнее. Дальше. Такая встреча строится вокруг заранее заданной цели. То есть у руководителя должно быть понимание, что это не просто встреча поболтать. То есть например сказать сотруднику слушай и пойдем с тобой и сходим на обед это не встреча ван-он-ван. Потому что у обеда другая цель. У обеда цель поесть. Или там пойдем с тобой наперекур это тоже не встреча ван-он-ван. То есть встреча ван-он-ван это встреча с целью. Ну цель мы еще обсудим чуть дальше. И последний элемент формата проведения ван-он-ванов. Первые 10 минут общения с сотрудником должно проходить на те темы, которые его интересуют больше всего. То есть первые 10 минут они могут быть даже не структурированы. Обычно несколько первых ван-он-ванов сотрудники конечно же не готовы вот так вот прямо общаться, рассказывать что-то. они приходят, они пока только знакомятся с форматом. Но когда прошло 3 или 4 ван-он-вана, тогда сотрудник уже понимает, что это, как это работает, и тогда он уже готов. То есть обычно руководитель приходя на ван-он-ван начинает общаться с сотрудником, и сотрудник начинает рассказывать, что-то обсуждать, и все. И вот уже есть общение. И потом после этих 10 минут мы переходим к более структурированной части, о которой мы сегодня поговорим. Условия. Для того, чтобы ван-он-ван был эффективен. Опять же, я тоже экспериментировал разные варианты, переговорка, мой кабинет какой-нибудь, пойти там поесть, пойти на кухню попить кофе, пойти на перекур. Я не курю, но там постоять где-нибудь на улице, пока человек покурит. Прогуляться где-нибудь по улице. Вот это все не так эффективно, как встреча где-нибудь в переговорке, где люди сидят друг напротив друга, где можно тихо, спокойно пообщаться. Также это лучше планировать в удобное время, когда нет телефонных звонков регулярно или каких-то мессенджеров. Например, у многих это утром. И откровенный тон. Очень важно, чтобы люди общались откровенно, без погон, как говорится. Дальше. Теперь план встречи. Я считаю, что наиболее эффективный формат One on One тот формат, который развивается по такому сценарию. Мы сейчас его разберем более детально. Все начинается с разминки. О чем хотели бы поговорить? Здесь сотрудник затрагивает какие-то темы. Потом обсуждается статус задач, как текущих, так и будущих. Потом внедряется элемент коучинга. Потом дается обратная связь. Планируются дальнейшие действия. Мы договариваемся о следующей встрече. И в конце мы занимаемся построением отношений. Сейчас более детально разберем каждый элемент. Идем дальше. Первое у нас разминка. В ходе разминки руководитель с сотрудником должны войти в состояние, которое на профессиональном жаргоне называется состояние рапорта. Это состояние используется в продажах, консультировании, психотерапии, в переговорах, в журналистике, когда журналисты берут интервью у кого-то, в манипуляциях, в том числе, в дипломате, в политике, в мошенничестве, когда мошенник хочет выманить деньги, первое, что он войдет, первое, что он пытается сделать, это войти в состояние рапорта. Он не приходит и говорит, я мошенник, ну, кто-то подходит и приставляет пистолет и говорит, давай мне деньги. Но обычно, когда звонят по телефону, пытаются войти в состояние рапорта. Так вот, что такое рапорт? Это состояние, которое возникает при коммуникации людей. В состоянии рапорта люди как бы сонастраиваться друг под друга. То есть у них увеличивается согласованность, повышается взаимопонимание, появляется чувство глубокого доверия друг к другу. Это, знаете, кто-то говорит, вот как если чуть-чуть два человека выпили и разговорились. Даже на разных языках могут говорить друг друга по ним. Это такое же состояние, но только в работе. Это вот установление рапорта происходит через две стадии. Первое — это присоединение, второе — это ведение. То есть сначала, ну так как руководитель — он организатор, руководитель присоединяется к сотруднику и потом, используя это состояние, уже начинает вести переговоры, вести диалог. Здесь все зависит от способности человека, умения подстраиваться под другого. Повторюсь, люди, которые профессионально занимаются вот этими видами продажи, консультирования и журналистика и так далее, они обычно очень легко это делают и очень быстро. Но здесь есть определенные тоже правила, по которым это происходит. Вот примеры политиков. Основная идея здесь — показать человеку, с которым вы пытаетесь войти в состояние рапорта, что вы свой человек, что вы говорите на таком же языке, у вас точно такие же ценности, такая же поза, манера движения, дыхания и так далее. Это не означает прям слепое копирование, но означает максимальную подстройку под человека. У рапорта есть много каналов подключения, люди опытные, они учатся по всем каналам подключаться. Это и речь, это язык жестов, то есть одинаково жестикулировать, и эмоции человека, и культурная среда общая, и голосовая тональность и темп, содержание разговора, дыхание, ценности, поза и так далее. Я думаю, что вы даже можете вспомнить, если вам приходилось общаться с иностранцами, с которыми вы не находите общий язык, вы могли чувствовать состояние такого анти-рапорта, когда человек вообще другой, из другой страны, по-другому говорит, все не так. А бывают иногда некоторые иностранцы, которые понимают суть установления аэропорта, с ними наоборот легко. Кто был в Турции, в Египте, заходили в магазины с некоторыми продавцами, вроде как сразу доску свой, потому что они стараются подстроиться, они переходят на русский язык, они там, как дела, а ты откуда, о, я знаю, я там был, я там траля-ля, у меня там родственники, бла-бла-бла, и начинаются. Вот это вот все вхождение в состояние аэропорта. Вот, то есть первые несколько минут встречи, руководитель старается войти в состояние аэропорта со своим сотрудником для того, чтобы дальше общение было максимально полезным, максимально эффективным. Главный вопрос, с которого я рекомендую начинать проведение встреч one-on-one, это вопрос «как дела?». Как вы думаете, почему с этого вопроса? Почему именно с вопроса «как дела?»? Напишите, пожалуйста, в чате свои предположения. Давайте попробуем в формате интерактива, в формате диалога. Что в вопросе «как дела?» такого, что он полезен и эффективен для начала? Так вот, «открытый вопрос», написал Андрей. Да, действительно открытый вопрос. Что еще? Человек открывается. Если есть что-то важное, человек сразу начнет говорить. Человек сам начинает рассказывать. Ну да, поощряет рассказать. Наладить контакт, показать сотруднику, что тебе важно, как он. Снимает напряжение. Точно. Если что-то волнует, оно всплывет. Вот, да, да. Совершенно верно. Ваши ответы абсолютно точные. Я бы еще добавил, знаете, что мы, когда в жизни встречаемся с друзьями, с родственниками. Вот еще есть. Олеся написала, беседа не обязывает. Точно. Еще есть вариант. Ты задает начало беседе, установить контакт. Мы обычно, когда в жизни встречаемся с людьми, со знакомыми, мы говорим, ну что, как дела? То есть оно как бы задает тональность, что сейчас беседа будет неформальна. Потому что, когда встречается начальник с подчиненным, вот напишите, с какой фразы обычно начинается формальная встреча начальника и подчиненного. Так. Обращение личностное к человеку не только касается работы, написала Юлия. А как вот начинается обычно встреча, когда начальник без аэропорта, знаете, сразу так. Ух! Нам нужно поговорить. О-о-о! Да! Вот это. Я прям какой-то, знаете, холодок по спине пробежал. Да, и сразу все. Нам нужно поговорить. Слушайте. Такого давно я не слышал. Ну да, я почувствовал это. Так. Что там? Тоже вариант. Давай обсудим. Что там по задачам? Почему получилось вот это вот все? Давай обсудим такой-то вопрос. Да, есть такие варианты. Есть еще, знаете, такой совковый вариант. Что по статусу? Да, такой тоже. Есть такой совковый вариант. Ну докладывай. Да, вот слышали такое? Ну докладывай. Ну рассказывай еще. Более такой осовремененный. Ну чем порадуешь? Что у тебя? Вот это вот сразу вопросы, которые выстраивают дистранцию. И в принципе, ты себя чувствуешь уже как на приеме у стоматолога. Хочется, чтобы это поскорее все закончилось. Ты понимаешь, что это нужно, но мысль одна. Хочется, чтобы поскорее это все закончилось и пойти уже об этом забыть. Вот. Конечно, встреча ван-он-ван с ощущениями сотрудника, как на приеме у стоматолога, очень неприятная, согласитесь. То есть там никто бы не хотел побывать. Поэтому правильный старт – это вопрос «Как дела?». Мы начинаем с такого вопроса, и дальше у нас там будут фразы, вопросы, аналогичного порядка мы их обсудим, для того, чтобы сотруднику понравились встречи ван-он-ван. Вот такой неожиданный поворот. То есть ван-он-ваны нужно проводить так, чтобы сотруднику это понравилось, чтобы он захотел еще. Вот тогда они будут максимально эффективны. То есть регулярные ван-он-ван должны стать самыми любимыми 30 минутами недели или месяца сотрудников. Если вам удалось этого добиться, то все очень круто. Вот у меня с моими ребятами, с моими командами такое было, когда мы расходились, мне люди говорили, вот эти ван-он-ваны, которые у нас с тобой были, это самое лучшее, что было. Мне их не хватает. Самая приятная фраза, которую я получал, когда мы расходились, люди говорили, мне это не хватает. Ну и второе приятное, что я видел, это что люди начинают становиться руководителями, уже со своими командами проводят эти ван-он-ваны. Поэтому важно поощрять хорошее поведение, важно выстраивать встречи так, чтобы человеку было комфортно. И наоборот, если начальник сразу начинает с какого-то такого, нам нужно поговорить с негатива, то сотрудник теряет уверенность в себе, даже ему будет сложно общаться. Если дистанция между сотрудником и руководителем очень большая, сотрудник сильно боится руководителя, он даже может просто думать сильно о том, как я боюсь, и просто терять мысли, не вспоминать что-то. То есть просто даже встреча неэффективно проходит. Поэтому «Как дела?» — это хороший старт. Дальше. Дальше нужно поговорить о работе. И опять же, чтобы продолжить в том же духе, в духе «Как дела?», чтобы не было потом следующего вопроса, а теперь докладывая, чтобы не было ощущения, что пилюлю подсластили, но дали потом очень горкую пилюлю, но подсластили. Дальше вопросы в таком же формате должны строиться. Что у тебя было хорошего на этой неделе? Расскажи, что было хорошего? Какой у тебя был лучший митинг на этой неделе? Почему? Какой у тебя был лучший разговор на этой неделе? Какой был лучший момент, когда ты почувствовал свое развитие на этой неделе? Какими достижениями ты особо гордишься за прошлую неделю? Если вы реже проводите, может быть, за месяц. Чего ждешь на следующей неделе? Что интересного узнал с прошлой встречи? И такие мягкие вопросы в таком же дружественном формате, как вопрос «Как дела?» позволяют сотрудника, не переживая, не боясь, не думая, что же мне такого ответить, чтобы меня не уволили, просто спокойно вспомнить и рассказать, что было. Они очень конкретно, не просто рассказывают, что рассказывают, анекдот, шутку о погоде. А вот что хорошее, ты вспоминаешь хорошие новости. Вопросы могут, вы можете и свои вариации добавлять, но формат должен быть таким. Дальше. Здесь же мы переходим к обсуждению статуса задач. Вот здесь руководитель должен обсудить с сотрудником, что он планирует делать в следующие неделю, может быть, месяц. Ну, зависит от частоты работы, от частоты встречи. Почему? Потому что то, как руководитель проведет эти 30 минут, это определит следующие 40 часов, если вы проводите раз в неделю, может быть, 80 часов, если раз в две недели, а может быть, и 160 часов, если раз в месяц работы сотрудника. То есть чувствуете, какие пропорции? Полчаса, половинка, а тут 40 часов или даже 160. Вот насколько эта маленькая половинка часа сильно влияет на вот это огромное количество часов. Даже один из директоров компании Intel, Энди Гроув, он говорил, что хорошая встреча ван-он-ван способна поднять мотивацию сотрудника на две недели. Вот в этом основная полезность и эффективность ван-он-ванах. У ван-он-ванов есть много полезных вещей. Это возможность продиагностировать какие-то проблемы, что может привести к удержанию сотрудников, это повышение мотивации сотрудников и так далее. Но самое главное – это возможность повлиять на будущий период, с которым сотрудник будет работать. Что здесь руководитель самого важного, самого главного должен сделать? Он должен обсудить приоритеты. Он должен понять, над чем планирует работать сотрудник. Возможно, это сейчас не самое важное для команды, для компании. Возможно, нужно поменять приоритеты, что-то другое сделать. Возможно, нужна помощь. Сотрудник планирует, но его что-то останавливает, чего-то ему не хватает. То есть здесь руководитель, он как бы программирует успех работы сотрудника на какой-то период в будущем, помогая определить, чем конкретно сотрудник будет заниматься и скорректировать, если не тем, помогая решить все проблемы, которые здесь всплывают, помогая, оказывая поддержку, даже вселяя уверенность. Здесь очень здорово помогает коучинг. Сегодня мы детально коучинг не будем рассматривать, но у нас на занятии на одном из будет. Так вот, вопросы, которые помогают обсудить планируемые действия для того, чтобы помочь с этими действиями или поменять приоритеты, скорректировать, перенаправить. Вопросы звучат все так же дружески. Какие у тебя приоритеты на следующей неделе? Что планируешь закончить на следующей неделе? Какая тебе помощь нужна? Что нужно сделать сейчас, что улучшит ситуацию в будущем? Да, вот тоже такой вопрос очень мощный. То есть, может быть, сотруднику нужен какой-то инструмент, ресурс, бюджет, какая-то подсказка, может быть, тренинг. В общем, тут можно выявить что-то, что поможет. Это помогает руководителю регулярно улучшать работу сотрудника, а не только во время официальной оценки деятельности раз в год. То есть, вот такие встречи, такой формат и такие вопросы постепенно подталкивают сотруднику к более эффективной работе. Дальше. Вот здесь, если уместно, руководитель может применить коучинг. Коучинг может самые разнообразные задачи решать. Он может помогать развивать сотрудников, показав им какой-то идеальный образ себя, к которому сотрудник будет стремиться. Позволяет включиться в процесс, в который сотрудник никак не может включиться, потому что задача кажется неопределенной, страшной, непонятной, туманной и так далее. Позволяет построить еще более качественную связь с руководителю и сотрудником. То есть, преимуществ у коучинга много. Коучинг, не знаю, сталкивались вы или нет, поставьте, пожалуйста, плюс, кто в принципе знаком, что такое коучинг, минус, кто пока еще не сильно с этим знаком, а я пока расскажу, значит, определение. Одно из определений коучинга, которое мне нравится больше всего, потому что у коучинга есть много определений. Так, вот плюс. Александр написал, что сертифицированный коуч. Круто. Плюс, плюс, плюс. Там плюсы. То есть, участники знают, что такое коучинг. Угу. Угу. Да. Значит, одно из определений. Коучинг – это разблокировка персонального потенциала для обеспечения максимальной эффективности. Это такая помощь в обучении, нежели обучение напрямую. Там вот я увидел выше комментарий, написали еще классный вопрос, с которого руководители не очень хорошие начинают. Вы догадываетесь, зачем я вас вызвал? Ты туда такой тоже. И Татьяна еще написала, а что делать, если в ответ сплошные жалобы? Работать с каждой жалобой, разбирать, смотреть, что можно сделать. Действительно, сотрудник, знаете, как если у сотрудника не было давно ван-он-ван, ему не помогали, он приходит весь там избитый в этих шишках, которые он набивает. Садиться, разбираться. Как, знаете, вот когда веревку запутанную берешь, по одной, ну, не пытаться все жалобы разобрать, сказать, окей, давай выберем самую там большую жалобу, самую большую проблему, давай попробуем ее решить. И решать одну за другой. Вот. И по мере решения жалоб вы сделаете сотрудника более эффективными. Вы знаете, вот по поводу жалоб, мне вспомнилась такая история. Значит, когда-то я отдыхал в Греции, и мы плавали на яхте. И капитан говорит, что яхты нужно обслуживать каждый год. Ну, я интересовался, что значит, ну, там, какие есть хлопоты у владельца яхты. Я говорю, что значит обслуживать? Он говорит, раз в год яхту нужно очистить от ракушек, потому что яхта, она постепенно облипает ракушками. И от этого яхта начинает меньше, медленнее плыть, да, потому что есть сопротивление. Так-то яхта гладкая, ее дно. Вот. А если у нее там, чем больше у нее этих ракушек, тем хуже вода обтекает дно яхты. То же самое и сотрудник. Да, вот эти его жалобы, эти его проблемы, это такие ракушки, которые его облипают. Чем больше у него таких ракушек, тем менее он эффективный. Нужно их счищать, нужно с ними работать. Вот. Вот так вот. Идем дальше. Значит, идея коучинга в том, что начальник в коучинге не делится с сотрудниками какими-то знаниями, а наоборот, через правильные вопросы эти знания из сотрудника достает. Коучинг не всегда подходит не для всех сотрудников. На занятии в этом курсе по коучингу мы более детально разберем. Дальше. Обратная связь. Встречи one-on-one являются идеальным способом предоставления обратной связи, потому что в других форматах руководителям сложнее. То есть в моменте словить сотрудника, дать ему обратную связь, руководителю гораздо сложнее, и не все руководители видят своих сотрудников каждый день, чем на one-on-one, когда можно сосредоточиться, подготовиться и подготовить обратную связь, и встретиться с сотрудником, дать обратную связь. Вот. В обратной связи, ну, у нас тоже будет целое занятие про обратную связь. Я сегодня кратко скажу. В обратной связи очень важный баланс, потому что у нас в культуре вообще не сильно есть это давать обратную связь. А если есть, то есть больше критиковать. Для того, чтобы сотрудники не теряли уверенности в себе, для того, чтобы не падала их эффективность, обратная связь должна быть сбалансирована. То есть во время обратной связи руководитель должен говорить о чем-то, что было у сотрудника хорошо, и что-то, что не очень. В пропорциях три к одному. Вот, согласно исследованиям, это те пропорции, с которыми человек способен воспринимать обратную связь, что-то, что не очень хорошо, и на фоне того, что что-то хорошо. Так обычно руководители должны говорить, смотри, вот это ты сделал хорошо, это сделал хорошо, это сделал хорошо, а вот тут не очень, и дальше обсудить. Есть для обратной связи специальная формула. При этом ошибочно под обратной связью считают только какие-то ситуации, в которых сотрудник либо конкретно налажал, и его нужно наругать, либо сотрудник сделал какой-то подвиг, и его нужно похвалить. Нет, обратная связь это не про эти события. Обратная связь это просто комментирование того, что руководитель мог наблюдать за прошедшую, например, неделю. То есть это, знаете, как сочинение на тему, как я провел лето. Так вот, обратная связь это сочинение руководителя на тему, как я наблюдал за твоей работой, что я видел в твоей работе. Она может быть действительно вокруг каких-то успехов, сверхуспехов. Можно похвалить, сказать, вот тут ты молодец, я заметил, это было. Может, в этот период не было успехов, им просто было ровно. Руководитель говорит, вот я видел это, 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 это хорошо, а вот тут, смотри, можно было бы улучшить. А мог быть и какой-то конкретный провал. Другой водитель говорит, что да, вот это хорошо, 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 а это был провал. То есть обратная связь это как бы отзеркаливание. На занятии про обратную связь более детально еще об этом поговорим, почему это важно, как это работает и рассмотрим формулу. Дальше идет дальнейшее действие и договоренность о следующей встрече. Вот как раз отвечая на вопрос, что делать, Татьяна спрашивала, если сплошные жалобы. Разбирая жалобы, обсуждая план действий на следующую неделю, занимаясь коучингом, давая обратную связь, руководитель формирует у сотрудника понимание о том, что нужно сделать. Чтобы сотрудник ушел не с пустыми руками, а с какими-то конкретными действиями на ближайшее время, на этом этапе руководитель говорит, окей, давай тогда обсудим, что ты из нашей беседы выносишь, что ты будешь делать в следующую неделю или до следующей нашей встречи. И сотрудник проговаривает. Есть разные системы автоматизации для этого, для обратной связи, где можно фиксировать итоги. Мы о них тоже будем говорить, например, тот же PeopleForce, где есть целый модуль. Поэтому в финале фиксируются действия и выбирается дата следующей встречи. Я настоятельно рекомендую, когда у руководителя с сотрудником встреча one-on-one стоит в календаре как повторяющаяся. И обычно для встреч нужна переговорка, она еще и в переговорке регулярно забронирована, чтобы не было такого, что руководитель каждый раз, ой, мне же там нужно провести one-on-one, а какие переговорки, переговорки заняты, и в общем непонятно как. То есть лучше всего, так это делал всегда я, чтобы с каждым сотрудником было запланировано. Это может быть один one-on-one в день. То есть, например, в моей практике я проводил всегда еженедельно. Если было пять сотрудников в прямом подчинении, это было каждый день по одной. Когда сотрудников становилось больше, я ставил по две встречи в день. Но всегда их проводил и лето когда переносил. Плюс, когда есть понимание, в какой это день, в какое время, у сотрудника есть ощущение ритмичности. То есть он понимает, что вот тогда-то, тогда-то я встречаюсь с руководителем, мы будем говорить об этом, об этом, об этом и об этом. То есть первые несколько встреч для сотрудника – это будет новое, дальше для него это будет регулярное и понятное. И чем заканчиваются эффективные one-on-one? Это построение отношений, вопросы, которые помогают здесь. Что больше всего тебе нравится на работе? Как будешь праздновать день рождения? Какие планы на выходные? Куда поедешь в отпуск? Что интересного ты прочитал, увидел недавно? И еще много аналогичных вопросов, которые касаются о личности сотрудника, а не о работе. То есть обязательно, как мы начинали с вопроса «Как дела?», так будто бы другу обращались. Так мы и заканчиваем вопросы о личности. Здесь человек чувствует заботу, видит интерес. Здесь для руководителя возможность познакомиться с человеком как с личностью, узнать, чем он живет, какие у него интересы, какие у него члены семьи, что с ними происходит, какие проблемы. Со временем руководитель может знать, что у этого есть жена, у этого дети, собачка, кошечка, машина, и спрашивать «Как твоя собачка?», «Как твоя машина?», «Как твои дети?». То есть уже больше-больше вникать и потом больше возвращаться к этим темам, продолжая их и обсуждая. Домашнее задание для тех, кто уже на курсе – провести one-on-one с сотрудником и написать краткий отчет объемом до половины страницы с любым сотрудником. Иногда one-on-one проводят только руководители, иногда в компании one-on-one проводят HR. Отличие one-on-one HR в том, что HR не всегда знает, какие правильные приоритеты в работе сотрудника. То есть когда HR спрашивает о планах на следующий период, он больше помогает сотруднику самостоятельно спланировать свою работу, себе же ответить на вопросы, чем я буду заниматься, но что не может сделать HR, не может скорректировать. И не всегда может дать обратную связь, то есть только если очень тесно работает. Все остальное HR тоже может применить в one-on-one и тоже выявить какие-то проблемы, с которыми потом поработать. Книги, которые можно почитать на сегодняшнюю тему. Две книги о коучинге. Одна книга про одноминутный менеджер, где есть про обратную связь. И еще одна книга про такую радикальную обратную связь, называется «Радикальная прямота». Плюс есть у нас на сайте 500 вопросов для one-on-one по разным направлениям. То есть по ссылке будет статья, внизу статьи, еще там разные направления, которые могут быть сотрудниками и вопросы. Вот. Можете посмотреть. На этом сегодняшняя тема подходит к концу. На занятии следующем мы разберем разные виды one-on-one, потому что они могут проходить с разным уклоном, с разными задачами и с разными результатами. Это уже будет на занятии следующем. На сегодня занятие подходит к концу. Если есть вопросы, пожалуйста, пишите. Если вопросов нет, напишите, что для вас было наиболее интересного или ценного. Ну и те, кто смотрит в Фейсбуке, буду признателен, если сделаете репост этого видео. А кто в Ютубе, если поставите лайк. Специально прошу в конце, только если вам это понравилось. Ну и пока вы пишете, надеюсь, кто-то напишет обратную связь, что для себя сегодня выносит. Хочу поблагодарить всех, кто был сегодня онлайн, было много участников. Меня очень радует, что тема one-on-one очень вас интересует, потому что сотрудники от этого очень сильно выигрывают и как результат выигрывает бизнес. Так, правильно понимаю, что есть возможность проводить и встречи по статусам отдельно, и one-on-one. Ну да, в зависимости от того, как вы проводите свое управление, обычно руководитель проводит отдельно командные встречи, где команда обсуждает итоги, и отдельно встречи one-on-one. Цена структура поможет в работе с менеджерами. Спасибо, Мила, вам за обратную связь. Структурирование 17 ситуаций или больше. Пожалуйста, да, и саму презентацию я сегодня выложу в чат MikePretulaAcademy в Телеграме. Если вы хотите воспользоваться презентацией, добавляйтесь в этот чат, его легко найти в Телеграме, пишите MikePretulaAcademy чат и видите наш чат. Хорошо, на этом тогда все. Всем еще раз спасибо, прекрасного всем вечера продуктивного, успешных one-on-one. А вот есть вопрос, с чего правильнее начать культуру проведения встреч one-on-one? Именно с обучения руководителей, вот если совсем кратко, с обучения руководителей. Прекрасного всем вечера, ну и до новых встреч. У нас в пятницу будет открытый вебинар про корпоративную культуру. Приходите обязательно, в чате будет анонс. Да, one-on-one, это часть, Кристина спросила, one-on-one, это часть performance management. Да, совершенно верно, это называется continuous feedback. Это, по сути, есть continuous feedback. То есть это то, что происходит внутри цикла performance management. Абсолютно верно. Ну все, не смею вас больше задерживать, уже несколько раз попрощался. Все, пока, до новых встреч.